Это новости на канале ФКТ, в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. Не поскупиться на собственную безопасность предлагают сочинцам. Многоквартирные дома должны стать частью безопасного города. Ошибка или преступление? Разбираться в случае чего будут уже правоохранители. В Сочи состоялся совет по противодействию коррупции. Торговых и социальных рядов в Сочи станет больше. Такое решение сегодня принял мэр курорта. Маленький принц с песчаными иллюстрациями. Необычный спектакль прошел в рамках фестиваля искусств «Арт Диалог». 170 миллионов рублей сэкономят в краевом бюджете на сокращении чиновников. В Краснодарском крае по поручению губернатора проходит второй этап оптимизации штата госслужащих. До конца года рабочие места покинут 287 человек. Как отмечается, все они получат компенсацию за увольнение. Сокращения идут в рамках подписанного Вениамином Кондратьевым постановления. Согласно ему, чиновников в региональной администрации должно стать на четверть меньше. Оптимизация продолжается с начала года. Это уже позволило сэкономить почти 440 миллионов рублей бюджетных денег. Аналогичную работу глава региона рекомендовал провести и в районных администрациях. Раздутых штатов на местах быть не должно. Заветный миллион тонн планируют собрать в этом году кубанские рисоводы. Об этом Вениамину Кондратьеву рассказали в Красноармейском районе. Глава региона посетил рисовые чеки и сады муниципалитета. О том, как изменился район спустя год с момента последнего визита губернатора, расскажут наши краснодарские коллеги. Вот это что, самая беда у нас. Сегодня это все, что осталось от былой роскоши сельского дома культуры. Спустя полвека здание в станице Староджирелиевской стало больше похожим на заброшенный памятник архитектуры. С момента постройки его ни разу не ремонтировали. А у местных жителей остались лишь воспоминания о том, как с размахом открывали главный центр досуга. Пришлось в свое время искать человека, который бы вот это красил все. Он с сыном, он сам богомаз. И вот это он делал. И вот до сих пор краска сохранилась, как хорошо все поделал. Вот уже 8 лет здание закрыто. Его признали аварийным. Но каждую зиму его до сих пор не перестают отапливать в надежде, что дом культуры все же отремонтируют, рассказывает Венемину Кондратьеву глава станицы. Для жителей это было единственным местом, где встречали праздники и проводили общие собрания. В этом году ДК попал в государственную программу по развитию культуры. На ремонт из краевого бюджета выделяет больше 5 миллионов рублей. После войны наша страна, конечно, восстанавливала экономику, но она первая начала строить стадионы и клубы. Вот это жизнь. Если мы будем делать только экономику, без учета жизни людей, обычной жизни, ежедневной, выходной жизни людей, ничего не получится. А стадионы, клубы – это и есть жизнь. Жизнь на селе, тем более. Это их праздник, это их сцена, это их радость, это их выходной день. Поэтому давайте и эту возможность им дадим. У нас сегодня праздников проводится больше, я не знаю, как все. У нас только любят люди праздники, но очень много. И люди сами участники. Отмечают в сельских домах культуры и День риса. Красноармейский район славится своим богатым урожаем. Венемин Кондратьев посетил рисовые чеки. В этих местах собирают больше всего – 80 центнеров с гектара. Селекция риса все-таки собственная? Да, здесь вся собственная селекция риса, посеяны сорта нашего института, не риса. Сорта идут импортозамещения, в том числе длиннозерные, шарозерные, крупнозерные. Поэтому в рамках импортозамещения, как говорится, вытеснения – полная работа. Хлеб – это основное золото в Кубани. А рис – это белое золото. Я сейчас думаю, что белое золото находится в надежном сухаре. Поэтому мы максимально сегодня должны его не просто продать сырьем, мы должны его упаковать и уже непосредственно довести до конкретного конечного потребителя. Вот в чем вопрос. Мы никому не должны отдать нашу добавленную стоимость. Богатый урожай можно собирать и в садах района. Венемину Кондратьеву показывают, как местные аграрии выращивают яблоки. На месте делают ящики для упаковки и хранят фрукты в специальных холодильных камерах. Развитие садоводства губернатор назвал одним из приоритетных направлений сельского хозяйства. Садоводы, которые заложили, мы выдадим субсидии, потому что заявки почему мы предварительно собираем. Абсолютно верно. Надо, чтобы они расширялись. А расширялись, конечно, нужна господдержка. Вот на расширение, я считаю, денег хозяину жалеть мы не будем. Потому что если он хозяин, если у него сегодня вот такое яблоко, если у него свое хранение, если у него нет проблем со сбытом, это хозяин. Хозяину надо помогать, чтобы он только расширялся. Агропромышленный комплекс в районе – основная точка роста экономики. Именно от его развития зависит благосостояние всего муниципалитета. Спустя год, с момента последнего визита сюда губернатору, уже есть изменения. В рейтинге по уровню социально-экономического развития Красноармейский стал на две позиции выше. Однако это, к сожалению, никак не отразилось на демографической ситуации. Основная проблема района здравоохранения связана, еще раз повторюсь, с демографией. У нас очень низкие показатели в районе по рождаемости. А зал, вот я смотрю, молодой и красивый, так что, конечно, эту ситуацию надо исправлять. Год назад Вениамин Кондратьев обозначил еще один вектор роста муниципалитета – развитие придорожного сервиса. Через Красноармейский район проходят дороги к курортам Кубани и в Крым. Сегодня главе региона отчитываются о разработке концепции, как будут выглядеть магазины и кафе вдоль трассы. Должен быть качественно, красивый, гарантированно безопасный придорожный сервис. Чтобы не так, где хотел, так и съехал. А чтобы было понимание, или какие-то однобрейдинговые, допустим, стационарные, закусочные, чтобы все это было по-современному. Пусть будет с нашим колоритом, но это системно, дешево и гарантированно, что никто не отравится в этом придорожном сервисе. Но это без стихийных рыночков. Это требования ко всем муниципальным образованиям, через которые проходит трасса М4ДО, которая идет на Сочи, которая идет сегодня в Керченском направлении. Одно из самых главных преимуществ района – его соседство с краевым центром. И этим, по мнению губернатора, необходимо активнее пользоваться. Так, например, депутат ЗСК Дмитрий Ламейкин рассказал об обмене опытом и создании межмуниципальных проектов в молодежной политике. Такую практику глава региона предлагает применять и в Красноармейском районе, интегрировав наработки других муниципалитетов в развитие своей экономики. Мария Крошина, Александр Иванченко, Денис Москаленко и Денис Перец, Кубань-24, Красноармейский район. Не поскупиться на собственную безопасность предлагают сочинцам. Установка камер видеонаблюдения по решению антитеррористической комиссии города должна охватить все многоквартирные дома. Как правильно оформить заявку и на что обратить внимание домкомам и ТОСам центрального района рассказали на совещании. Главное, отметили и глава района, и представители полиции, подключить локальные камеры к системе безопасный город. Тогда все происходящее во дворе будут контролировать диспетчеры городского центра. У нас есть положительные примеры. В центральном районе более 167 домов уже установили видеонаблюдение. Устанавливают видеонаблюдение частные предприятия, имеющие лицензию. Для каждого дома индивидуально, потому что это количество подъездов разное. Данные технические условия выдает наше предприятие муниципальное безопасный город. Это значит, что специалисты подскажут, сколько камер, две или три необходимо установить для лучшего обзора. Помогут с выбором интернет-провайдера. В среднем установка трех камер на 12-этажный дом обойдется в 50 с лишним тысяч рублей. Выполнить всю эту работу могут и сами жильцы, если среди них есть компетентные в этом вопросе люди. Заявку на подключение к системе безопасных город нужно направить в отдел ЖКХ районной администрации. Сегодня в Сочи состоялся совет по противодействию коррупции под председательством главы города Анатолия Пахомова. В основном речь шла о нарушениях в сфере муниципальных закупок. По данной теме выступили сразу три представителя. Начальник управления муниципальных закупок, директор департамента экономики, исполняющий обязанности начальника управления финансового контроля администрации Сочи. Говорили об ошибках, которые допускают управление муниципальные предприятия при оформлении документов на закупки. В ходе 35 проверок выявлено нарушение по 17 объектам. У нас только два муниципальных казенных учреждения, это Сочи-свет и управление автодорог, были оштрафованы. Потому что здесь объективность связана с отраслевой спецификой размещения, обеспечения уличного освещения и дорожного, ремонта дорожного покрытия. Это, конечно, было немного связано с тем, что они не осуществили закупки, забыли указать, что закупки осуществляются с привлечением субъектов малого предпринимательства. Не все благополучно и с другой стороны, со стороны участников торгов. В системе закупок процветает безответственность и со стороны поставщиков-подрядчиков, которые выигрывают торги. Например, работы по контракту не выполняются или выполняются частично. Затягиваются сроки выполнения работы, оказания услуг и поставки товаров. Поставляется некачественный товар, работы выполняются с отклонением от ГОСТов нормативок. Предоставляются поддельные банковские гарантии для обеспечения контракта. Пытаются организовать сговор участников аукциона. Глава города считает это преступной халатностью и указывает своим подчиненным на то, что ошибки могут делать школьники, а здесь это уже не ошибки, а шаг к преступлению. Нарушения в закупочной деятельности, хоть и небольшие, но все же были выявлены в школе номер 26 и в двух стоматологических клиниках. Имейте в виду, если повторно у кого-то из директоров школ это повторится, не обязательно у вас, и вы не будете учиться на ошибках своих коллег, будете уволены. Я просто по-другому не буду действовать. Вы знаете, потому что есть вещи, о которых мы с вами постоянно говорим. О нашей бдительности, о нашем соучастии, в том, что вы, вы, именно вы, коллеги мои, должны стать проводниками той линии, что равнодушных не должно быть, что будьте внимательны. Также на Совете по противодействию коррупции обсудили меры информационной безопасности и результаты проверки сведений о доходах и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Торговых социальных рядов в Сочи станет больше. Такое решение сегодня принял мэр курорта. Побывав на одном из городских рынков, Анатолий Пахомов убедился, что желающих реализовать сельхозпродукцию среди местных садоводов-огородников больше, чем ожидали. И в основном это пенсионеры, расскажет Инга Габешия. Это вот семенной оставил на семена. Ну ладно, пойдем-то дальше туда. Федор Александрович собирает урожай. В огороде у 77-летнего пенсионера созрели баклажаны, помидоры, инжир. Наполнился сладким ароматами целый сад яблонь. Здесь же у него кукуруза, несколько деревьев, груши, гранаты и хурмы. Все эти субтропические плоды он выращивает без малого полвека. Как только Институт горного садоводства выделил ему земельный участок. Там Федор Александрович 30 лет проработал механизатором. Там же научился правильно ухаживать за овощами и фруктами. Все это своими руками он в первую очередь выращивает для своей семьи. А в целом заниматься садоводством, огородничеством подшучивает над собой Федор Орехов. Его обязывает фамилия. Вот когда у меня дома корзина будет полная, а тогда излишки я вывожу на продажу. Вот такое дело. Дочки разъехались, внуки тоже, рассказывает Федор Александрович. Большую часть урожая девать стало некуда. И тут общественники из местного ТОСа сообщили пенсионеру о работе торговых социальных рядов, где место за прилавком не требует оплаты. Теперь и продукция не портится, и лишний заработок появился. Радуется дачник со стажем. Огород Федора Александрович расположен в дачном поселке Третья бригада. Отсюда легче всего добираться до Бытхинского рынка. Здесь его встречает глава Сочи. Ждет пенсионера и очередь из местных жителей и отдыхающих, которые уже успели оценить соотношение цены и качества экологически чистой продукции. Ну, во-первых, говорит, не помещается. Значит, надо добавить еще. Вот место, в принципе, хорошее. Вот это хорошее. Летом, в сезон богатого урожая, желающих реализовать фрукты и овощи, выращенные на собственном дачном участке, немало. Да и жаждущих попробовать экзотический для тех же северян кизил хоть отбавляй. К слову, сегодня в Сочи 126 таких социальных мест. Расположены они во всех районах курорта. Мною принято решение добавить этих социальные ряды. Я считаю, что это дополнительный заработок для наших пенсионеров. Таким образом, в общем-то, я думаю, что это мотивация и нашим жителям, чтобы они могли сегодня что вырастили, пошли продали. Какая-никакая копейка, какая-никакая помощь. Дело хорошее, мы видим, будет оно развиваться. Конечно, лучше эти торговые и социальные ряды все-таки ближе к морю. Почему? Наступит зима, уже здесь, в микрорайонах, поменьше будет отдыхающих. Отдыхающие все-таки будут больше находиться в санаториях, отелях, гостиницах. И поэтому мы сейчас главам района еще раз даем задание, чтобы они отмониторили и обязательно выставили там, где это будет нужно и удобно. Главное, отмечает Анатолий Пахомов, чтобы эти социальные ряды не превратились в коммерческие. Перекупщикам здесь не место. Задача таких соц. рядов – дать возможность заработать местным производителям. А расходы, связанные с обеспечением санитарных норм, муниципалитет берет на себя. Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. К бархатному сезону зеленое убранство курорта преобразится. Уже начался ремонт клумб. Те растения, которые отсвели, меняют на свежую рассаду. Улица Новогинская – визитная карточка Сочи. Ее расцвет пришелся на 2013 год, когда закрыли проезд для транспорта. Вымастили прогулочную зону, высадили порядка 12 тысяч растений. Сегодня городские власти следят за тем, чтобы центральная улица оставалась ухоженной и цветущей круглый год. Это улица, которая требует особого внимания, так как здесь, сами понимаете, проходимость десятки тысяч человек в день. Поэтому еженедельный покос у нас идет газонов, подкормка растений. Еженедельно также идет обрезка кустов, кустарников, прополка, обрезка там пальм, деревьев, веток. Ну и, конечно, ежедневный полив растений, контроль за санитарным состоянием улицы. Собственно, таким же образом организована работа и в других зеленых уголках курорта. Например, на площади перед художественным музеем на месте тех растений, которые отсвели, появится порядка полутора тысяч саженцев. Дети, когда мы готовимся в школе, мы их наряжаем. В обычной жизни немножко поскромнее, так и здесь. Но нельзя сказать, что уход производится к какому-то мероприятию. Уход идет постоянно и останавливаться он не может. Тем более, что в высокий сезон с увеличением количества туристов растет и антропогенная нагрузка. Каждый хочет запечатлеть себя на фоне клумбы, оставить в подарок букет или полежать на газоне. Что же касается кардинальных изменений на сочинских клумбах, то они произойдут в ноябре. Весенне-летний ассортимент растений сменит осенне-зимний, устойчивый к более низким температурам. Полтысячи сочинских полицейских будут отвечать за общественный порядок 1 сентября. В преддверии Дня знаний личный состав УВД города переведен на усиленный вариант несения службы. Активная подготовка к новому учебному году – это задача не только учреждения образования, но и полиции. Сегодня сотрудники УВД Сочи рассказали о деятельности правоохранительных органов в период подготовки и проведения Дня знаний. На сегодняшний день оперативниками обследована 71 школа и 76 детских садов города. А также проведена профилактическая работа по недопущению пропусков учебных занятий без уважительной причины. Ведь если ребенок не посещает школу, то к административной ответственности будут привлечены родители. Кроме этого, все школы, все объекты образования проверены на предмет антитеррористической защищенности. Проверку на исправность прошли все тревожные кнопки, арочные металлодетекторы и ручные металлоискатели. В тех же учреждениях, где проводится ремонт, полицейские проверили работников подрядных организаций. Компрометирующей информации не выявлено. По окончании работ все школы и детские сады обследуют и служебные собаки. Большую работу в подготовке школ к приему воспитанников провели сотрудники госавтоинспекции, которые осмотрели дороги вблизи школы и детсадов. Что хотелось бы отметить, что по результатам данных проверок был выявлен ряд недостатков, в результате чего выданы предписания на устранение, определены контрольные сроки. Также отмечу, что за парты в этом году сядут около 7 тысяч первоклашек. И мы каждому из них вручим вот такие письма, которые непосредственно нужны для того, чтобы первоклашка со своими родителями сделал первую домашнюю работу. То есть они прорисуют свой путь от своего дома до школы. 2-3 сентября в Сочи пройдет Краевой день безопасности и дорожного движения. Полицейские проведут с ребятами беседы, а также примут участие в родительских собраниях. В Сочи завершил свою работу студенческий стройотряд «Кубани-Нерго». Учащиеся ресурсного центра по энергетике сочинского профессионального техникума в течение месяца трудились на объектах сочинских электросетей. Все подробности у Елены Овсециной. Отбирали в стройотряд самых достойных студентов техникума. С каждым из них заключили трудовой договор. Бойцы были задействованы в техническом обслуживании сетей, в составе действующих бригад, а также в строительных работах. Для этого был проведен инструктаж по технике безопасности. В первый день работы будущим электромонтажникам показали, как управляют энергосистемой Черноморского побережья, рассказали о работе подстанции Сочи, познакомились с электротехнической лабораторией. И вот уже финиш. Сегодня бойцами летних студенческих отрядов становятся многие, но вы для нас в Сочи останетесь первыми. Это прекрасный старт. Вы проявили себя в работе, получили хороший опыт, новые впечатления. За каждым бойцом стройотряда был закреплен наставник из числа опытных специалистов. В подарок сотрудникам сочинских электросетей студенты подготовили стенгазету. Я благодарю данное предприятие за то, что приняли нас на работу, нас очень хорошо приняли и относились к нам уже не как к простым студентам, а как уже к будущим профессионалам. Как могли, помогали всячески советом. Ребята сами признаются, завершив обучение в техникуме, будут проситься именно в филиал Кубани-Энерго, где они и получили первое представление о работе. В будущем данные специалисты, если захотят, данные студенты, если захотят остаться работать в отрасли, они будут уже непосредственно иметь какие-то знания, приобретенные опыты, навыки работы в электросетевом комплексе и могут, конечно, у нас остаться. Более того, у нас есть договоренности с ресурсным центром о том, что все выпускники данного центра могут прийти к нам на работу. И хочется выразить отдельное слово благодарности непосредственно самим ребятам, которые приняли участие в жизни нашего коллектива. Они проявили себя отлично не только в труде, но и в социальной жизни нашей компании. Студенческие стройотряды работают на объектах Кубани-Энерго второй год подряд и желающих стать участниками с каждым годом становится все больше. Это не только новое впечатление, возможность самореализации, но и отличный профессиональный старт. Гелена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. На курорте активно идет подготовка к одному из масштабных футбольных событий. До Кубка конфедерации, который пройдет на стадионе Фишт, осталось меньше года. В предыдии праздника спорта в музее спортивной славы города открылась специальная выставка. Кубок конфедерации стартует сразу в четырех российских городах в начале июня следующего года. Одно из видных мест в списке занимает Сочи. Сказывается и успех проведения зимних игр, и предстоящий чемпионат мира 2018 года. К этим датам и приурочена новая выставка, которая открылась в музее спортивной славы курорта. Один из таких, мы будем говорить, таких этапов, связанных и передачи экспонатов сегодня, связанных именно с подготовкой города к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году. Часть предметов нам уже передала администрация города Сочи, и сегодня мы можем их увидеть в экспозицию музея. Первые гости – юные сочинские футболисты. Для них событие такого масштаба не только дело зрелищное, но и профессиональное. Возможно, что кто-то из этих ребят уже в скором будущем также будет защищать спортивную честь страны. Им же по наследству достанутся тренировочные поля, которые строятся для участников чемпионата мира. Для юных футболистов сегодня в музее прошел специальный футбольный час. Однако увидеть выставку уникальных футбольных экспонатов могут все желающие. Каждый желающий сегодня житель, гость курорта может приходить сюда, смотреть, ознакомиться, как идет подготовка к Кубку конфедерации чемпионата мира, принести свои экспонаты, возможно, связанные с футболом. К слову, уже в ноябре этого года стадион Фишт, где и развернутся сразу два грандиозных спортивных события, будет сдан в эксплуатацию. А с начала следующего года там пройдут первые тестовые соревнования. В Сочи продолжается летний фестиваль искусств «Арт-диалог». Накануне на сцене Зимнего театра в его рамках состоялся музыкальный спектакль «Маленький принц» по сказке Антуана Десент-Экзюпери. «Маленького принца» представили в абсолютно новом прочтении в жанре сторителлинг разговора со зрителем. Текст Экзюпери читал заслуженный артист России Анатолий Белый. Слова и иллюстрации сказки в прямом смысле ожили под звуки камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Впервые на одной сцене в уникальном проекте собраны воедино театр музыки, театр слова и театр цветной песочной анимации. В руках художницы Марины Сосниной песок становится средством для воплощения ярких визуальных образов. Каждая картина дополняет повествование и наполняет его глубоким смыслом. Что касается роли Анатолия Белого, как говорит сам актер «Маленький принц» – одно из самых его любимых произведений. Это философская, лирическая, лирико-философская притча Антона де Сент-Экзюпери. Она обращена к нам, ко всем, к взрослым людям, которые забыли в себе ребенка, забыли своего, потеряли, может быть, в течение времени. Душа взрослого человека иссохла, и вот нужен этот родник в пустыне для того, чтобы вернуться к своим лучшим качествам, к своей изначальной душе. Добавлю, что на сцене Зимнего театра в рамках фестиваля Юрия Башмета уже показывали «Маленького принца». Постановка называлась «Не покидай свою планету». Текст читал Константин Хабенский. За музыку отвечал оркестр солисты Москвы. Как отмечают артисты, бессмертное произведение заслуживает того, чтобы его снова и снова цитировали в разных интерпретациях и показывали на разных площадках. И в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.